Всем привет. Вы на YouTube канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Сегодня у нас очередной день в городе Миран, Южный Тироль, Италия. Сегодня у нас посещение ресторана, который расположен в доме, которому 600 лет, на улице, которой 800 лет. Мы все еще в Мирану. Сегодня у нас четверг и выходной день. Религиозный праздник, посвященный Деве Марии. Думаю, надо подписаться. Жители города Мирана могли выгодно покупать зерновые. Все производители зерна из долин должны были привозить сюда и по выгодной цене продавать свою продукцию. Еще не было у них рыночной экономики тогда. Принуждали. Фольксбанк. Банка популяре. Банка популяре. Тюрьма была тоже. У них в любом доме, где вчера в ресторане были, там тоже тюрьма была. А, это полицай. Штат полицай. Городская полиция. Думаю, мы на той улице. Да. Короче, тут или тюрьма, или суд. А еще вчера мы увидели, где палач располагался, который, когда не работал палачом, работал костоправом. Потому что это, якобы, смежная профессия. Как это? Знание анатомии. Ну да, знание анатомии. Это зависит от дозы, да? Да. Вот ощущение, что у нас в отношении погоды. В отношении погоды у нас свежо. У нас свежо. Ночью был минус, до минус четырех. Так, тут тоже. На той улице мы вчера ужинали. Отлично, пойдем. Но на красный свет мы не думайте. Короче, сейчас уже плюс. А днем будет плюс семь. При этом безветренно и солнечно. Здесь вообще, на эту сторону Альп принесло какой-то холодный фронт. Стоит какое-то ледяное свойство атмосфера. Атмосфера. Вот, и я смотрел Cortina d'Ampetio. Это такой знаменитый горнолыжный курорт. Там минус шестнадцать. Ну, у нас тут немножко потеплее. Здесь шлифы, я все знаю. Это стишки написали даже. Они даже стишки написали. Если этот дом будет так долго стоять, ну и так далее, так далее. Здесь магазины, где можно купить всякое южно-тирольское. Головный убор. Тапочки из натуральной кожи. Мне кстати тапочки нужны. У меня уже до дыр протерлись мои. Но они такие удобные, что я никак не могу от них избавиться. Вот эти галереи. Мы вчера были тут уже один раз. То есть, в средние века сюда, на улицу, вытаскивали свою продукцию. Торговали. И под навесом, поэтому никакой дождь никому не мешал. Сейчас мы пройдем эту улицу туда подольше, подальше. Ох, тут собачки, у собачьих праздник. Ух ты, ух ты, ух ты, как они. Ух ты, как они. Да, у них дружба. У них дружба, а может быть даже любовь. Но любовь хозяева наверное не допустят. Уж слишком они разные. Так, а мы найдем ресторацию, где мы вчера. Думаю, надо подписаться. Итак, время отправиться в ресторан. Мы целый день гуляли по экскурсиям. Лазили в гору, смотрели достопримечательности. В общем, утомились и проголодались. И забронировали заранее место, столик в троттории под названием Флора. От нашего отеля до нее примерно 10 минут пешком. И мы пошли по вечерним улицам Мирана. Причем маршрут выбрали такой, чтобы он проходил через рождественские базары. У них вечером самая торговля, как видите. В том числе, здесь есть интересный фастфуд. Вот смотрите, на столах стоит открытый огонь, люди греются. Здесь есть интересный фастфуд, который мог бы быть эмблемой Южного Тироля в целом. Ну, города Мирана наверняка. Значит, что это такое? Это комбинация из австрийского и итальянского. По виду, как пицца. Ну, то есть, вот лист вот этой пиццы, тесто, снизу классическая пицца. А вот сверху, очень интересно, сверху жареная картошка и сверху шпек, сало жареное. То есть, низ итальянский, вверх классический, австрийский, тирольский, баварский. Вот та самая улица, на которой наш ресторан. Это средневековая торговая улица. Официально упоминается она 800 лет назад. Уже упоминается, когда она была реально построена. Ну, это как всегда, вот смотрите. Флория, троттория. И тут интересно, на вывеске написано, что в этом здании, вот с 1400 года, 600 лет уже, ну, это зона электронных сигарет. То есть, уже 600 лет назад, в этом здании находился суд. Находился суд города Мирана. Ну, потом суд перенесли куда-то в более удобное место. А здесь работает троттория. Мы там очень неплохо перекусили. Значит, будете в Южном Тироле, обязательно берите супчик. Я не уверен, что салат, а вот супчик обязательно. Ну, и на второй, например, или гамбургер, или, например, аргентинский рибай. Ну, это классика. В общем, поели мы хорошо и попили великолепное вино Ла Грайн. Я был очень доволен. Ну, после ужина, ну, по-любому лучше, конечно. Особенно, если не обедать. Целый день бегать, как заяц по городу. Ну, мы за время пребывания, это была не единственная поездка, побывали в целом ряде заведений города Мирана. В целом, могу сказать, вот отлично. То есть, идеальная такая комбинация австрийской и итальянской кухни. Можно есть пиццерии, есть заведения, где классическую пиццу можно взять. А есть заведения, где можно заказать классические немецкие блюда. Вот это будут вам, пожалуйста. Колбаски будут с картошкой, ну, с кавашиной капустой. Вот такая комбинация. То есть, есть отдельная итальянская и отдельно австрийская кухня. Но есть и прекрасные комбинации. Еще между домами, расположенными так близко, было удобно натягивать бельевые веревки. Ну, короче, мы попали на выходной день, на всеобщий праздник. Хотя магазины, я смотрю, во все работают. И сегодня ожидается бешеный наплыв туристов. Вам сказали, хорошо, что вы сегодня уезжаете. Но мы сегодня уедем пораньше, чтобы засветло побывать в славном городе Бриксоне. Это по дороге на Австрию. Так что, туда надо обязательно заехать. Сегодня сюда действительно приедут, потому что если четверг, то выходной день. Ну, многие пятницу тоже присоединят, как полагается. И получается такой долгий, длинный выходной. Здесь лыжная зона, вот Мирано 2000. Она во все работает. Там больше половины подъемников работает. И в том числе работают практически все трассы. Соответственно, снегу 50 сантиметров. Ну, немного, но есть. Соответственно, достаточно. И сюда приезжают, во-первых, вина попить. Вчера, кстати, вино. Какое вкусное вино вчера было делать, палки. Но это местное, я про него одену. Погулять, попить вина. Кто-то входит в терм. Покататься на лыжах. Ну, как раз на длинные выходные. Такая программа. Посмотрите, сейчас по времени сколько? Пол 11-го где-то, да? 10-39. 10-40. Без 20-ти 11. Народ уже повыползал. Ну, это все просто. Пока солнце не встало, холодно, солнце встает, становится тепло. Вот, и народ повыползал. После обеда, говорят, тут будет уже полный аншлаг. Но мы уже к тому времени отсюда уедем. Кстати, воздух тут достаточно вкусный, его ничего не портит. Автомобили как бы вдалеке от этой улицы. Предстоит еще пара прогулок по городу с разными тематиками. Одна из тематик будет вот улочка, на которой вот такие оригинальные интересные бюсты установлены. Ну, посмотрим там что-то с чем-то. И съездим тут же в Южном Тироле мы в два очень таких оригинальных места. Мы съездим в город Бриксен. Это город поменьше, чем Миран. Ну, просто с великолепными средневековыми там делами. Собор и так далее, и так далее. И побываем в деревне, которая называется Дорф Тироль. Деревня Тироль, которая дала название всему Тиролю. Так что продолжаем исследовать Южный Тироль. А на этом все. Пока, пока.